граждане стран нато должны знать их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной и противостояние идет по нарастающей это машка захарова атакой несет да конечно граждане блока нато знают что и блок втянут в противостоянии с россией кто втянул путин на папку украину тоже еще и угрожаю все бумажка в том числе угрожал всем ядерным оружием втянут за блок нато втянут а кто его втянут артистка заявление пескова вашингтон может положить конец украинскому конфликту дав команду киеву о как и значит вот песков также пояснил что указа о помиловании бывших осужденных участвующих спецоперации имеют гриф секретности все проходит в соответствии с законом сразу возникает вопрос почему указы засекречены о помиловании тех кто участвует спецоперации но ответ тут в общем то очевиден скорее всего это он состоит из двух позиций первое да чтобы было неизвестно количество которые этими указами освобождают и второе чтобы до не видели что указы подписывают после службы а то есть да и как только если в эти указы были опубликованы если бы они были не секретные всем видели что эти указы о помиловании не по после того как взяли вот чего к вагнер чувак то есть вы слышала стюре гида и его сразу помилку нет на после того как он отслужил а знаете почему ну потому что это логично для кремля то есть отправили туда зычков кто-то из них вернулся вот кто вернулся это меньшинство он получает вот этот указ а по остальным чего хлопотать его все равно прибить можно его не не миловать как какой какой смысл в помиловании в отношении покойника да так что так как большинство трупов там и беспокоиться не нужно мы знаем что перечень до сведений стоя являющих гостайну должен устанавливаться закон помните путинские всегда это делали указом то им похеру пол они всегда это указан то путин вот это сделал гостайны вот это а в перечень это ничего не входит а по конституции до перечень сведений составляющим государственную тайну определяется федеральным законом в пункт 4 статьи 29 я всегда это напоминал говорил меня всегда удивляло почему они это не сделал не делают законом и вот они сделали законом но чудо до 5 декабря 22 года полтора месяца назад они приняли изменение дополнение в закон а значит государственной тайне который еще 93 года но по сути они приняли новый захход да только назвали что внесли изменение вот государственную тайну составляет сведения военной области о содержании стратегических оперативных планов т.р. 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 вот целая абзацы там перечисление о планах строить вооруженных сил о разработке технологических производствах а тактико-технических характеристик а дислокация и так далее сведения в области экономики науки техники и силы гражданской обороны использование инфраструктуры о запасах платины и там материалов платиновые группы природных алмазов и тогда сведения в области внешней политики экономики о финансовой политике сведения в области разведной контрразведывательной деятельности о сил и средствах об источниках методах планах и результатах и я и все то есть они могли бы написать что не к перечню сведений относящиеся государственной тайне 1 относятся всех но практически так они написали но все равно но все равно туда не входит не входят указы о помиловании перечень все равно то они написали все кроме этого удивительные ребята ну смешно что я могу сказать и вообще они смешные ужасны эти путинцы все они пытаются имитировать законности просто обхохочешься в норвегии освободили задержанного на границе бывшего наемника чвк вагнер андрея медведева из под ареста освободили я так понимаю суд освободил но слава богу дай бог то есть восторжествовал там наверное разум хотя про суд ничего не пишут в местной полиции сообщили то есть если это внесудебное освобождение то это очень опасно здесь суд его освободил это гораздо интереснее да потому что если его просто взяли и выпустили из полиции это совсем плохо нам также его в любой момент могут схватить и отправить но судя по времени который находился в этой местной полиции наверно все таки суд потому что нового как они же не могли бы без суда в норвегии удерживать столько времени весла по возможно ли стычка между пригозным кадыром пока нет пока они договорились дружить а потом она безусловно будет что процентов будет причем вы же понимаете не кадыров не пригожин не управляет своими людьми до конца и если кадыров еще может как-то очень серьезно влиять на людей когда все начнется то пригожин когда все начнется вообще никак не будет убиять да там свои будут полевые командиры и они никому не будут причиняться пришла что вы можете сказать про ходорковского и каспару они добрых намерений ну я не знаю мы посмотрим когда все на а намерение каждого мы узнаем только когда все в россии случится когда каждый сможет реализовать свои намерения какие бы намерения были не были у ходорковского и каспару я кстати к нему очень хорошо отношусь что они хотят они хотят представительной демократии мы не хотим представительной демократии потому что представительная демократия будет заключаться в одном слове чубайс я не хочу чубайс ну как 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 какая фамилия у нее не балла не было это будет чубайс при любом варианте представительной демократии зачем нам и кончится все равно это кибер тирании мы это с вами знаем зачем поэтому как мы к кому хорошо не относились у нас есть свой путь и мы должны путь пройти до конца привет слава как можешь охарактеризовать итоги съезд народных депутатов проходившие в польше того который давно был или который сейчас который сейчас то меня туда не пригласили после того выступления на котором ну на первом да меня уже не взяли не позвали ну и слава богу в общем то вы должны понимать что мы сами по себе нам никто не нужен для того чтобы взять власть в россии нам не нужно абсолютно никто нам нужно пройти между строй просто как и лич это сделал и все и у нас нет никого кто мог сказать про кого мы могли бы сказать шоу с этими мы пойдем до конца нет ни в коем случае вячеслав уволкова деньги закончились они опять создают протестную базу данных ну конечно чем ему еще заниматься им нужно что-то показать понимаешь для чего им нужно протестные вас данных для того чтоб там показать в германии политика ведь сколько с нами видите сколько с нами им это нужно показывать да тогда я буду давать бабло волку понятно что не навального тюрьме сидит здесь слава либерал к все относятся хуже чем путь на этот показатель конечно тоже не понимают что путин то не переживут меня не могут не пережить они понимают что путин то не обман меня не не обман понимаете а а а а а Продолжение следует...